Друзья, если у вас нет возможности читать роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», смотрите это видео. Написал роман-автор в 1955 году. Это история о жизни российской интеллигенции с начала XX века и до Великой Отечественной войны. Роман читать сложно из-за постоянных прыжков. То речь идёт о 1911 годе, то потом резко о 1906 годе. То герои уже выросли, то вдруг они снова дети. Персонажи – тьма. Прочитал о них, а потом вспоминай, кто они такие и откуда взялись. В романе много воды. Состоит из двух книг, поэтому я сделал два видоса для каждой книги, чтобы вам было легче смотреть. Сейчас вы услышите пересказ первой книги. Итак, была поздняя осень. Хоронили Марию Живаго – маму 10-летнего мальчика Юры. Он плакал, ведь теперь стал сиротой. С кладбища Юру увёл священник, он же дядя Николай, брат его матери. Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их. Ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает, и что он давно растратил их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то ещё где-то. Мать заболела чахоткой. 11-летний гимназист Миша Гордон в поезде ехал со своим отцом. Отец переезжал из Оренбурга на службу в Москву. Мать с сёстрами уже ранее переехали в Москву. В поезде отец встретил одного богача, который рассказывал о сыне того же возраста, что и Миша. Рассказывал о его матери-покойнице, о второй семье, тоже им брошенной. Будучи пьяным, этот мужчина выбросился из поезда. Погиб. Как-то летом 1903 года Юра вместе с дядей Николаем поехали к его знакомому Ивану. Взрослые общались, а Юра сам гулял вокруг дома. В доме Ивана жил парень Ника. Ему было 13 лет. С мелким Юрой ему было неинтересно, поэтому он занимался своими делами. Отец Ники, Дементий Дудоров, был террористом. Он отбывал каторгу вместо повешения. Теперь Иван вместе с матерью Ники занимались заменой фамилию мальчику на материнскую. Иначе с фамилией террориста в будущем у Ники было бы в жизни много проблем. Война с Японией ещё не кончилась. По России прокатывались волны революции. В это время в Москву с Урала приехала вдова – обрусевшая француженка Амалия Гишар. С двумя детьми – сыном Родионом и дочкой Ларисою . Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь – в женскую гимназию. Мадам Гишар было 35 лет. Она купила в Москве швейную мастерскую, чтобы вести своё дело. Купить готовый бизнес ей посоветовал адвокат Комаровский, друг её покойного мужа. Адвокат сразу положил глаз на юную Ларису. Именно он устроил её и Родиона учиться. Швейная мастерская работала, всё было нормально, деньги на жизнь у мадам Гишар были. Её часто навещал адвокат Виктор Комаровский. Для чего мужчина часто навещает одинокую женщину, вы ведь понимаете, да? Хорошо. При этом адвокат с вожделением смотрел на Лару. Девушка не понимала этого. Она-то думала, что ему достаточно для похоти её мамы. Лара была красивой блондинкой, умной, на вид около восемнадцати, а так шестнадцать. Лара и Родя понимали, что в жизни придётся пробиваться самим. Они хорошо учились. Лара даже мыла посуду, помогала в мастерской. Осенью на железной дороге начались волнения. Работники планировали забастовку. Дорожный мастер Павел Антипов надоедал начальству. По его мнению, сталь, которую поставляли для обновления рельсов, была некачественной, но ему закрывали рот. Парень понимал, что кто-то на этом хорошо зарабатывает. Вечером началась забастовка. Толпа рабочих шла к городу. Работяга Киприан Тиверзин пришёл домой на третий день, замёрзший и уставший. Он не был женат, жил вместе с матерью и женатым младшим братом. Мать Марфа волновалась за Киприана. Он сказал матери, что Павла Антипова арестовали, а жена его, Дарья, в больнице лежит. Я их сына Пашку сюда приведу. Ему жить негде и не с кем. 17 октября царь издал манифест, приравнивавший мужиков с дворянами. Люди выходили на улицы на демонстрации. Марфа тоже пошла, взяла с собой Пашку. – Да не ходите, мама, – говорил ей Киприан. – Опасно, может быть. На улицах была уйма людей, несмотря на октябрьский мороз. Рабочие, гимназисты, студенты, старики, дети. Затем появились всадники с шашками и плётками. Они врезались в толпу и били всех подряд, не разбирая. Кто успевал, тот убегал. Кто не успевал, тот погибал. Марфа громко звала Пашку. Он где-то потерялся в бойне. Слава богу, мальчик нашёлся. Юра Живаго жил в Москве в семье дальних родственников Громека. Его окружала приятная атмосфера. Он дружил с дочерью хозяев Тоней и одноклассником Мишей Гордоном. Пришла весна. Лара шла домой и не понимала, как она могла так поступить. Она переспала с адвокатом Комаровским. Лара думала, что если мама узнает, то покончит с собой. Теперь Лара думала, что стала падшей женщиной, как в книжных романах. А ведь она даже ещё гимназию не окончила. И только через много лет Лара расскажет об этом подруге Оле Дёминой. А сейчас она горько плакала. Тем временем адвокат Комаровский всё время думал о Ларе. Она же ещё девочка, дочь его покойного друга. И с ней ему было очень хорошо. Так проходили дни, недели. Ларе льстила, что известный адвокат, о котором пишут в газетах, отдал предпочтение ей. Возил её в театры, на концерты, называл божеством. Своё лицо на людях Лара всё время скрывала. Одновременно она ненавидела Комаровского за то, что лишил её невинности, за то, что она мало спала, за то, что мешал ей учиться. Комаровский даже предлагал Ларе выйти за него замуж. Девушка морозилась. Бастующие строили баррикады. Одна из них находилась рядом с Ларыным домом. Среди бастующих Лара знала двоих парней – Нику Дударова и Пашу Антипова. Ещё помните, кто они такие? Ника – это сын террориста, а Паша – тот мальчишка, с которым Марфа ходила на восстание. Паша был влюблён в Лару. Лара это видела. Но для неё Паша всё ещё оставался наивным мальчишкой. Ларин дом с мастерской находились в опасной зоне будущего обстрела. Поэтому она с матерью переехала снова в гостиницу. Девушки-швеи тоже вынуждены были начать бастовать. Хоть и не хотели, но им сказали, что так нужно. В доме Громека жили два брата – Александр и Николай. Они были профессорами химии. Николай был холост, а Александр женат на Анне, урождённой Крюгер – дочери богача, у которого были заброшенные рудники и имения на Урале, возле города Юрятина. Это важно, друзья. Дом был двухэтажным. Семья Громека была образованной, любила музыку, устраивала вечеринки камерной музыки. В январе 1906 года брат Николай уехал за границу, а Громека устроили очередную музыкальную вечеринку. Ну там, с роялем, со скрипками. В назначенное время гости съехались. Приехал пианист – концерт начался. Было скучно, но все делали вид, что это было здорово. Тоня, Юра и Миша Гордон тоже слушали. И вот во время концерта горничная вызвала хозяина. Приехал извозчик. Говорит, что помирает господская дама. Очень зовут пианиста в гостиницу. – Подождут. – Пусть доиграет, – ответил Громека. Александр решил сопроводить пианиста. С собой взял Юру и Мишу. Приехали в гостиницу. Умирающей дамой оказалась Амалия Гишар – мать Лары. Ей промывали желудок после её попытки отравиться. Амалия начала что-то подозревать. Потом отравилась, а потом поняла, что ошибалась в подозрениях. Рядом в кресле спала девушка. Чуть позже появился адвокат Комаровский, которого узнал Миша. Парни видели, что девушка и адвокат сдержанно были чему-то рады. Когда парни оказались на улице, Миша сказал, что этот адвокат – тот самый, который в поезде спаивал отца Юры, после чего тот бросился на рельсы и погиб. Но Юру больше интересовало не прошлое, а будущее. Он думал о девушке и том мужчине. Однажды Александр Громеко купил новый шкаф. Собирал его местный дворник. И Анна зачем-то решила помочь ему. Лучше бы она этого не делала – она получила травму. И после этой травмы у неё началось предрасположение к лёгочным заболеваниям. Весь ноябрь 2011 года Анна пролежала в постели с воспалением лёгких. Юра, Миша и Тоня весной следующего года должны были окончить учёбу. Юра становился медиком, Тоня – юристкой, а Миша – филологом. Кроме медицины, Юрий увлекался ещё и литературой, писал стихи. Однажды вечером Анне было очень плохо. Уже думали послать за священником, но обошлось. В декабре ей стало лучше. Анна часто общалась с Юрой и Тоней. Рассказывала о своём детстве в дедушкином имении Ворыкине. «Дети, вы созданы друг для друга. Поженитесь», – сказала им Анна. К тому времени Юрий узнал, что у него есть единокровный брат Евграф, сын его отца. Он жил с матерью княгиней в особняке где-то на окраине Омска. Весной 1906 года Лара поняла, что устала от отношений с Комаровским. Уже полгода они были любовниками. Пока Лара училась, у неё ещё было свободное от Комаровского время. Но впереди лето. А значит, Комаровский будет постоянно хотеть от неё секса. «Надо что-то придумать», – решила Лара. Она стала воспитательницей для девочки в богатой семье. Более трёх лет она прожила в их доме, воспитывая девочку Липу. Её отец Лаврентий Калагривов был бизнесменом новой формации. Лару в семье любили, как родную. А однажды к Ларе пришёл её братец Родя. – Сестра, у нас тут выпускной скоро. Мы с однокурсниками решили купить нашему начальнику училища прощальный подарок. Все скинулись, доверили деньги мне, а я всё проиграл. Я ходил к Комаровскому, он мне отказал. Но сказал, что если ты очень захочешь, то, пожалуйста, сделай это ради меня, иначе я себя убью. – Сколько ты должен? – Семьсот рублей. – Семьсот? Да ты понимаешь, сколько мне нужно работать, чтобы заработать такие деньги. – Ладно, приходи завтра, я возьму деньги у Калагривова. С тебя револьвер, он мне пригодится. Весной 11-го года Липа окончила гимназию и сразу захотела выйти замуж. Калагривов дал Ларе деньги и о долге не напоминал. Лара могла бы его вернуть, но… Она тайно от Паши Антипова отправляла деньги его отцу, который был в ссылке. Более того, Лара тайно от Паши доплачивала хозяевам его комнаты за еду и аренду жилья. Паша был чутка моложе Лары, обожал её и слушался во всём. Лара хотела обвенчаться с ним и уехать куда-нибудь подальше, на Урал. Они бы там работали учителями в гимназиях. Летом у Лары возникла неловкая ситуация с Калагривовыми. После того, как их дочка окончила гимназию, её услуги уже были не нужны. Но отец и мать Липы не хотели отпускать Лару. Даже продолжали ей платить зарплату. И вот Ларе было неудобно жить у них и ещё за это получать деньги. А деньги ей нужны были. Ещё и долг висел. И вот такое положение. С такими мыслями она жила до Рождества. И решила, что с такой неопределённой жизнью пора заканчивать. Лара решила уйти в самостоятельную жизнь. А для этого ей нужны были деньги. А деньги она решила взять у Комаровского. Тот ведь по старой дружбе должен ей помочь без требований снова с ним спать. Так думала наивная Лара. Она взяла с собой револьвер и пошла к Комаровскому. Если тот ей откажет или станет грязно намекать, то она выстрелит. Лара пришла к нему домой. Его там не было. Девушке сказали, что он пошёл на вечеринку к Свинтицким. Взволнованная Лара пришла к Паше. – Нам нужно обвенчаться как можно скорее, иначе быть беде. – Не расспрашивай, Паша. Верь мне. – Да я только за, давай, – ответил удивлённый Паша. Юрий и Тоня на санях ехали на вечеринку к Свинтицким. Каждый думал о своём. Тоня – о том, что сказала мама насчёт замужества, а Юра – о работе. Он увидел в одном из окон свечу. И сразу в голове возникли строки будущего стиха. «Свеча горела на столе, свеча горела». Дом у Свинтицких был большим, поэтому Юра не видел Лары, которая тоже была здесь. Комаровский играл в карты и тоже Лары не видел. Зато она его видела. Юрий смотрел, как танцевала его Тоня, и вдруг раздался выстрел. Начался переполох, люди засуетились, кричали. Оказалось, что Лара промахнулась. Она вместо Комаровского выстрелила в прокурора. Ранение лёгкое. Лару усадили в кресло, а Юра завис, снова увидев её. И снова рядом был адвокат Комаровский. Юрий хотел подойти к Ларе, но в это время Тоня ему сказала, что дома случилось что-то плохое. Они сразу поехали домой. Но не успели. Анна умерла. Комаровский был в бешенстве. Этот случай мог подорвать его репутацию. Нужно было как-то замять это дело. И чем раньше, тем лучше. На Лару он не злился. Наоборот, восхищался ею. Решил помочь ей. Сначала от полиции отмазать, а затем деньгами. У Лары была нервная горячка. Комаровский снял для неё комнату и перевёз её туда. Прошло какое-то время. Комаровский всегда был рядом. Он вёл себя достойно. Зашёл к Ларе и Калагривов. – Да, голубушка. Не очень здесь комнатка. Переезжайте отсюда. Я помогу. Вот вам деньги. Премия. За то, что Липа хорошо гимназию окончила. Лара отказывалась, но Калагривов настоял и дал ей банковский чек на 10 тысяч рублей. Лара переехала. Пока она болела, Пашу к ней не допускали. Он ничего не понимал. Лара ведь хотела убить человека, по его понятиям, безразличного ей. А потом оказалось, что этот самый человек помогал ей. Ничего не понятно. Если бы не Комаровский, Лару бы арестовали и судили. – Я плохая, – сказала она Паше. – Когда-нибудь я тебе всё расскажу. Забудь меня. Я тебя недостойна. В общем, летом они поженились. После свадьбы они проговорили до утра. Лара всё рассказала мужу. Паше было больно слышать, что Комаровский был первым мужчиной его жены. Вскоре молодые получили предложение работать учителями в город Юрятин на Урале. И поехали туда устраивать свою жизнь. Прошло какое-то время. Шёл второй год Первой мировой войны. Раненых было много. Юрий работал доктором. Тоня родила мальчика. И сразу же Юрия отправили на фронт. Тем временем Антиповы хорошо устроились в Юрятине. У них родилась дочка Катенька. Ей было уже три годика. Лара работала в гимназии. Она была счастлива. Именно о такой жизни она и мечтала. А вот Пашу местные жители раздражали. Считал их всех тупыми. Он-то был из Москвы, а здесь – провинция. В гимназии он преподавал латынь и историю. Увлёкся математикой. Мечтал переехать с семьёй в Петербург. Иногда он думал, что Лара не любит его. Что она вышла за него по каким-то другим причинам. Думал, что ему делать – развестись или утопиться. Нет. Нашёл выход лучше – уйти на войну. Лара была в шоке, когда услышала от мужа о его желании добровольцем уйти на войну. Она догадалась о Пашиных мотивах. Для начала Паша уехал в Омское военное училище. Шёл 1916 год. Паша писал письма, тосковал по Ларе и дочке. Через несколько месяцев прапорщикам его отправили на фронт. Писал уже оттуда. Хотел приехать домой в отпуск. А потом вдруг письма прекратились. Лара волновалась, начала наводить справки. Никто ничего не знал о судьбе Павла Антипова. Она решила найти мужа. Лара выучилась на медсестру, а потом с Катей на руках уехала в Москву. Дочку оставила Липе, чтобы легче было искать мужа. Она устроилась медсестрой на санитарный поезд и поехала к венгерской границе. Именно оттуда Паша написал ей последнее письмо. Друг детства Михаил Гордон решил навестить Юрия Живаго. Узнав, в какой деревне он располагается, Михаил поехал к нему. По дороге он видел разрушенные деревни. Грустное зрелище. Недавно здесь кипела жизнь, а сейчас в них никто не жил. Павел Антипов во время атакующего прорыва попал в плен к австрийцам. Среди своих он считался погибшим. Был там один подпоручик Галиуллин, который в бинокль якобы видел, что Павел погиб. Галиуллин знал Павла ещё с юношеских времён. Раза два-три видел Лару. Он был очень удивлён тому, каким стал Павел, когда приехал на фронт. От застенчивого паренька не осталось и следа. Михаил Гордон хотел повидаться с другом и сразу уехать. Но обстановка на фронте вынудила его задержаться на неделю. Благо было тепло, бабье лето. Михаил всё время сопровождал Юрия и смотрел на ужасы войны. И вот однажды так вышло, что рядом оказались подпоручик Галиуллин, Лара, Юрий и Михаил. Галиуллин, Юрий и Михаил в медсестре Лару не узнали. А Лара ведь вообще никого из них не знала. Немцы атаковали деревню, и Юрий велел Михаилу уезжать. Сам же Юрий получил ранение. Был конец февраля 17-го года. Юрий лежал в госпитале. Напротив него лежал Галиуллин. И тут в палату вошла новая медсестра – Лара. И Юрий и Галиуллин сразу узнали её. – Лариса Фёдоровна, – начал Галиуллин. – Я служил с вашим мужем. У меня собраны его вещи. Павел в плену. – соврал он, чтобы не огорочать девушку. Но Лара ему не поверила. Юрий решил пока не рассказывать Ларе, что ранее видел её в Москве. Медсестра регулярно делала обходы. Юрий её не заинтересовал. Курносый, не очень-то и красивый, но зато умный. Лара решила, что пора возвращаться в Москву за дочкой. А затем ехать на Урал в Юрятин. С Пашей всё ясно – он погиб. Юрию написали, что в Москве его друзья Гордон и Дудоров без его разрешения издали его книжку со стихами. Ещё писали, что близится что-то серьёзное, что в воздухе витает дух революции. Ну, а потом стало известно, что в Петербурге уличные беспорядки. Революция началась. Городок назывался Мелюзеевым. В нём работали Живаго, Галиуллин и Антипова. Юрий часто виделся с Ларой. Написал о ней жене. Напомнил, что это она тогда на вечеринке у Свинтицких стреляла. Тоня ответила, что в Москву ему тогда нет смысла возвращаться. Лучше ему сразу уехать на Урал с той медсестрой. «Блин, да я же совсем не это имел в виду», – думал Юрий. «Надо срочно возвращаться в Москву. Если меня жена не так поняла, наверное, и Лара тоже. Надо будет извиниться». Юрий подошёл к Ларе. Она ему сказала, что собирается уехать домой, на Урал. Поговорили о революции, о новой жизни. Через неделю Лариса Фёдоровна уехала. А ещё через неделю и Юрий Андреевич. Более двух лет он не видел жены Тони и сына. В поезде Юрий ехал с парнем Максимом Погоревших. Он был странным. И только на следующий день Юрий догадался, в чём была эта странность. Парень был глухим. А хорошо понимал Юрия потому, что смотрел на его рот, на артикуляцию. То есть читал по губам. Максим был охотником, вёз убитых уток. Поэтому на прощание одну утку подарил Юрию. Москва изменилась. Очень изменилась. Как будто погрузилась во мрак. Юрий подъехал к своему дому. Дверь открыла Тоня. От неожиданности оба сначала зависли, а потом бросились обниматься. Дом тоже изменился. Первый этаж был отдан под сельхозакадемию. – Хорошо, что отдали комнаты, – сказал Юрий. Тоня заметила утку, очень обрадовалась. Говорят, что зимой будет холодно и голодно. Не будет ни дров, ни воды, ни света. Утка сейчас – это невиданная роскошь. Из Швейцарии приехал дядя Николай. Он стал большевиком. Пришли друзья – Миша Гордон и Ника Дудоров. Друзья тоже изменились. Всё изменилось. Война и революция оставляют свои отпечатки. Осенью надо было готовиться к холодам, запасать пищу, дрова. Юрий работал в своей старой больнице. В городе были беспорядки. Большевики против Временного правительства. На улицах под шальные пули попадали прохожие. Люди почти не выходили из дому. Было опасно. Плюс к этому сын Сашенька серьёзно заболел. А лекарства достать негде было. Благо всё обошлось. В конце октября из «Свежей газеты» Юрий узнал, что в Петербурге власть поменялась. Пришла власть советская. Однажды Юрий увидел на мостовой кучу брёвен, которую охранял с ружьём какой-то мужик. Так Юрий, улучив момент, вытянул одно и понёс домой. Время шло, было трудно. Всё вокруг менялось – законы, правила, привычки. Семья Живаго бедствовала. Случилось как-то Юрию проведать больную Тифом женщину. Оказалось, что это Оля Дёмина – швея из мастерской мадам Гишар. Ольга рассказала, что виделась с Ларой, когда та приезжала в Москву. Вскоре началась гражданская война. А затем и Юрий сам заболел Тифом. Пролежал в бреду несколько недель. Когда пришёл в себя, жена Тоня сказала, что их навещал брат Юрия – Евграф Живаго, который при нынешней власти очень хорошо себя чувствует. Он посоветовал года на два уехать из большого города и пережить это время где-то подальше. В апреле Юрий с Тони, Сашенькой и тестем уехали на далёкий Урал в бывшее имение Варыкино, близ города Юриатино. Напомню, что это имение принадлежало Анне – матери Тони. В московском доме, который покидали Живаго, уже жило много левых людей. Юрий не был в восторге от идеи переезжать. Его пугала неизвестность. Не хотел покидать привычную зону комфорта. О том далёком имении на Урале вообще ничего не было известно. Что с ним сейчас и есть ли оно вообще там? Но согласился. Ведь понимал, что в Москве будет трудно. Тоня попросила знакомых присматривать за комнатами, пока они не вернутся. Ехали на паровозе в товарном вагоне. Хоть и был апрель, вокруг лежал снег. Чем дальше продвигались на восток, тем чаще устраивали проверки поезда. Ведь здесь, вдали от центра, вовсю хозяйничали вооружённые банды. Особенно люди боялись Стрельникова, местного военкома. Ближе к своему новому дому Юрий узнал, что белые войска имеют здесь перевес и планируют захватить город Юрятин. А командовал белыми его знакомый Галиуллин. Невдалеке от Юрятина во время остановки паровоза Юрий пошёл побродить по местности. Его схватили часовые и отвели к военкому Стрельникову. Тот сразу понял, что доктор не враг, но, увидев его фамилию, задержал. Стрельников был беспартийным, родился в Москве, сын рабочего, работал учителем в провинции, затем ушёл добровольцем на фронт. Там попал в плен, считался погибшим, затем сбежал из плена. Уже догадались, о ком речь? О Павле Антипове, муже Лары. Стрельников был хорош в своём новом деле, уверенный, умный, беспощадный. От людей получил прозвище – Расстрельников. Юрятин, где могла жить жена и дочка, был совсем рядом. Но у Стрельникова были другие планы. Может, когда-нибудь? Он чутка поговорил с доктором и отпустил его. На этом, друзья, заканчивается первая книга романа. И если хотите знать, что было дальше, смотрите следующий видос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова